Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Наконец-то до наших магазинов добрались новенькие материнские платы на B550 чипсете. Однако выбор пока все еще небольшой, так что я решил сделать коротенькое видео и посмотреть на то, что уже можно купить. Ну и конечно же выбрать из всех доступных материнок лучшее. Ну а перед тем как мы перейдем к обзору рынка материнских плат, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе актуального железа. А все ссылки на материнские платы из видео вы сможете найти в закрепленном комментарии. И начать ролик я хочу с ответа на вопрос, почему так дорого. А дорого потому, что новые платы получили больше функционал и более мощный питальник. Ну и курс конечно сыграл свое дело и сейчас потихоньку растут в цене даже платы на старом чипсете. А самое главное, что нужно знать про новый чипсет, так это то, что он поддерживает только новые процессоры. И старые процессоры Ryzen в него вы не поставите. В эти материнки можно вставить только третье поколение и выше. Так что будьте внимательны при выборе материнской платы. Ну а самая дешевая материнская плата, которую сейчас можно найти в ситилинке, это Asrock B550M HDV. Однако это такое унылое фуфло, что покупать ее лучше вообще не стоит. За такие деньги можно спокойно найти хорошую материнскую плату на старом чипсете. А тут компания Asrock даже не соизволила поставить нам радиатор на мосфеты. Да и 6 фаз это классика для плат на B450 чипсете, а не на B550. А видеть такое в новом чипсете просто смешно. Так что смело проходим мимо этой платы и переходим к более нормальной. Это Asrock B550M Pro 4 с чуть более лучшим питальником. Примечательно, что в плату маленького размера умудрились запихнуть сразу два разъема под M.2. И даже заморочились поставить отдельный слот под Wi-Fi. В общем, как самая минимальная материнка на B550 чипсете она вполне неплохо выглядит. Если вы хотите брать новый чипсет, который 100% поддержит новое поколение райзенов, то думаю это будет неплохой выбор. Но проблема в том, что по цене все платы примерно на одном уровне. И доплатив буквально немного, можно уже взять очень сильную мать. Например, за те же деньги можно взять довольно удачную поделку от Asus. Это Asus Prime B550MA с довольно интересным охладом. По питальнику эта мать не может чем-то похвастаться в сравнении с прошлым Asrock'ом. Но в то же время это Asus, и вы получите за те же деньги намного больший функционал в BIOS'е. И в целом более качественную материнку. Да и вообще у Asus в последнее время очень конский ценник на свою продукцию. Понятное дело, что их продукты очень качественные, но в большинстве случаев переплачивать за них не имеет смысла. Но только не в случае, когда Asus стоит по цене Asrock'а и предлагает точно такой же питальник. Ну и вот, докинув всего пару косарей, можно взять уже очень сильную материнку B550 Gaming X от Gigabyte. На мой взгляд, это лучшая плата, которую сейчас вообще можно найти. Во-первых, она имеет полноразмерный формат ATX, а во-вторых, питальник тут стоит, как и в более дорогих платах на X570 чипсете. Единственный минус этой материнской платы, это всего лишь 4 SATA разъема. Но при двух слотах M.2, думаю, больше вам и не понадобится. Также у нее есть функция обновления биоса через флешку, и с выходом новых Ryzen 4000 эту материнку можно будет легко обновить, даже не имея процессора. В общем, топ за свои деньги, так сказать. Ну и за те же деньги можно взять забафанную Asus Prime уже с двумя радиаторами. Но, как я и говорил, в данном случае переплачивать за нее смысла почти нет. Хотя, если бы эта материнка стоила чуть дешевле, то можно было бы присмотреться и к ней. Но лучше еще чутка докинуть и взять B550 Aorus Elite. Это по сути та же Gaming X, но уже под игровым названием Aorus. Особого смысла за нее переплачивать нету, хотя тут нам добавили лишнюю фазу питания. Но в основном она отличается только дизайном и больше рассчитана под геймером. А если вы хотите купить себе материнку под самые топовые процессоры нового поколения, то однозначно стоит присмотреться к Asus ROG Strix B550 F Gaming. Это лучшая материнка на B550 чипсете, которую сейчас можно купить с 3-летней гарантией и да еще и от нормального магазина. Как всегда, Asus сделали лучший питальник и лучший дизайн на рынке. Плюс засунули сюда крутой звук. Но стоит эта материнка по цене большинства процессоров. И думаю, есть смысл ее брать только под какой-нибудь Ryzen 9 или под будущий апгрейд до топовых камней. А для обычных камней это будет явной переплатой, так как им вполне хватит и Gaming X от Gigabyte. Ну а что касается в целом про B550 чипсет, то он гарантированно поддержит новые Ryzen на Zen 3. Правда до конца еще не понятно, какими они будут в плане теплопакета, так как почему-то все производители вдруг решили улучшить систему питания процессора. Возможно они будут более жрущими, чем нынешние камни. Или возможно AMD припасла для нас сюрприз в виде двух дополнительных ядер для каждого процессора. В общем пока что об этом можно только гадать. А прояснится ситуация только к концу года. Ну а если вы точно хотите собирать систему, которая будет обновляться до следующего поколения, то разумным вариантом будет переплатить именно за материнки на B550 чипсете. Так как поддержку в B450 нам обещали, но неизвестно какие именно платы ее получат. Да и если новые Ryzen будут потреблять больше, чем нынешнее третье поколение, то скорее всего их просто потянут только топовые материнки на B450 чипсете. Но это лично мое предположение и скорее всего они будут такими же в плане прожорливости. Так что если вы собираете среднюю сборочку на Ryzen 5 3600, то идеальным вариантом будет взять какую-нибудь B550 Gaming X. Да это конечно дорого, но в то же время у вас будут все козыри в рукаве, и вы всегда сможете засунуть туда новое поколение, или же более горячие камни нынешнего поколения. Так что переплата будет вполне оправдана. И по сути на рынке материнских плат сейчас такая ситуация, что смысл брать B450 чипсет есть только в случае экономии. А если бюджет позволяет, то гораздо лучше присмотреться к новому AMD B550. Ну а если у вас есть какой-то вопрос по сборке, то вы всегда можете задать мне его в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!